привет с тобой на связи я роман гарелик это очередной урок по cinema 4d в рамках нашего курса основного ссылка на которую у нас лежит в описании в этом уроке мы будем делать вот такую заставку на фон для какого сайта например да или но я не знаю но я это подразумевал как на main секцию заставка на сайт давайте начнем и так давайте приступим делать мы будем вот это выглядеть это будет вот так особенность этого урока в том что я покажу как делать быстро но красивую вещь и чтобы это на рендере но не было что кадр у вас рендерится по нескольку минут здесь рендер у меня был 15 секунд конечно здесь есть что подкрутить мне не очень нравятся здесь блики но для заставки когда это не такая не главная картинка на которую будет обращено всего внимание качество приемлемое давайте приступим я создам новую сцену мы заходим симуляция частицы эмиттер сделаем эмиттер по ширине 200 проверим все эмиттер у нас делать все правильно отлично теперь заходим сюда здесь сделаем 25 в view порте и 25 чтобы на рендере всегда следите чтобы совпадало дальше мы здесь делаем 360 то есть 12 секунд останавливаться не будем все на 350 lifetime но здесь все остальное меня устраивает но отлетят наши частички теперь мы берем сферу делаем ее гораздо меньше потому что мы ее еще увеличивать будем вот такой пускай кладем ее в клонер я по стариночке сделал что вам было понятно зайду в мограф зажиму alt и нажму на клона с выделенность выделенная сфера станет дочерней нашему клонеру теперь здесь в клонере выберу параметр мод object и вот сюда в object укажу наш эмиттер нажму play тогда получилось вот летят наши такой пенопласт у нас получился да теперь наклонов я наложу эффектор рандом чтобы разного размера у меня были эти шары зайду сюда же мограф эффектор и здесь я в рандом у меня был выделен клонер поэтому здесь в эффекторе сразу появился рандом если у вас этого не произошло перетащите ручками отсюда сюда в рандоме я уберу позиция поставлю здесь uniform scale и укажу мне пожалуйста минус 1 . 7 зайду в эффектор и здесь минимум переведу вот в такой режим хочу чтобы были маленькие шарики но в другую сторону не у меня то есть они только у меня уменьшались и не увеличивались но так вот все отлично теперь у нас осталась вторая проблема они у нас пересекаются да как мы видим то есть реально пенопласт мы на наши сферы положим так rigidbody и вот они у нас посыпались ну что действует гравитация но мы гравитацию сейчас отключать не будем мы ее будем избегать сейчас нам нужно сделать траекторию движения наших сфер я пока что выключу клонер и выключу сферу перейду в боковой вид и вот на этом виде возьму перо и начерчу так вот кривую так вот сделаем дабы избежать проблем что на разных участках у вас могут двигаться частицы с разной скоростью мы нашу кривую переведем не режим адаптив а subdivide у нее будет много подразделений здесь едино одинаково всем на всей длине нашей кривой отлично теперь мы создадим force field force закинем сюда сплайн этот и field force нам нужно будет сделать побольше прям побольше размером с эту кривую давайте перетащим кривую пока вытащим а field force перетащим на середину и сделаем так и еще здесь по ширине сделаем так сплайн можно положить field force но просто чтобы его не потерять не обязательно сюда в общем мы перетягиваем сплайн выбираем саб тракт и здесь сделаем сет абсолют велосити все что я делаю я сейчас но не буду объяснять то есть почему я это делаю так или по-другому просто но повторяйте за мной можете поэкспериментировать самостоятельно многое можно понять самому просто чтобы мне объяснить сам вот этот field force как работает это отдельный урок ну а вы знаете где он лежит на нашем курсе на основном и чтобы сейчас не терять время просто вы можете повторить сделать такую-то анимацию и сделать какую-то другую направляющую сюда можно закинуть например helix и они будут по спирали двигаться это тоже очень интересно здесь заходим direction здесь выбираем но уримап включаем и вот они у нас пошли пошли теперь здесь давайте прибавлять по скорости нашим побыстрее они у нас двигались давайте сделаем поменьше слишком быстро 12 я думаю вполне нормально двигаются они у нас хорошо перейдем в этот режим теперь что нам нужно сделать нам нужно включить наши сферы наш клонах и посмотреть как это все дело выглядит вот собственно так двину движется наш массив смотрите у меня fps упал до 9 значит 30 кадров в секунду значит скорость на рендере будет в три раза быстрее поэтому не смотрите на то что сейчас медленно если медленно значит если вы добились нужной скорости при низком fps означает что на рендере у вас будет это еще быстрее это подозрительно если двигается в нужной скоростью чтобы здесь поставить fps нажимаем shift в заходим сюда вход и здесь делаем frames per second у нас появляется здесь fps очень удобно теперь вот двигается наш массив наши шарики можно сделать в рандоме позишн попробовать поставить как-то повоздушнее это не так кучно было и и я бы сделал еще сферу поменьше нам не нравится что слишком они кучно летят но так он гораздо лучше уже есть воздух не будет глубоких теней таких провалах я бы даже еще меньше стену ту нашу сферу так вот отлично супер теперь что нам нужно сделать нам нужно выставить свет я очень люблю когда свет светит сверху не знаю почему у меня такая страсть к объектам освещенным именно сверху берем эре такой драматичный получается берем этот light поднимем его гораздо выше зайдем сюда здесь у меня режим редактирования стоит точки потому что мы работали с кривой нам нужно перейти в режим работы с объектами появятся вот эти ползуночки и здесь я возьму тип тени area фолов укажем фолов чтобы было затухание чтобы вот здесь было темнее чем здесь вообще стоит уже подумать о ракурсе на эти посмотрим вот примерно вот так мне нравится но чуть пониже опущу и тут все таки на нас свет абсолют велосипеде по 10 начинает действовать понемногу понемногу действует а нет не действует гравитация все равно вытягивает вверх рано я запаниковал сейчас мы здесь посмотрим на всякий случай мы и уберем и все таки по ходу скорость маловато маленькая скорость давайте здесь в сплайне поменьше сделаем скейл а здесь стрэнч сделаем побольше чтобы у нас проходил расстояние за 12 секунд успевал подняться вверх отлично приблизимся чтобы у нас были прямо здесь большие сферы а там уже поменьше супер так сделаем при рендер посмотрим как тени у нас ложатся но плавный переход мне нравится теперь создадим здесь камеру выйдем из нее вот у нас есть верхний источник света давайте сделаем его снизу только сделаем у него затухание меньше проверим как это выглядит но поинтереснее на он что-то уже получается можно нижнюю сделать еще больше мы будем смотреть отсюда поэтому немножко вот так вот подкрутим ой я в камере с камерой про вращался и сломал ракурс теперь снова надо ракурс искать вот так для того чтобы камера не двигалась давайте на нее поставим ящу в этой синеме здесь поменяли так все тун-тун-тун-тун-тун с тегами и здесь еще не пользовался протектом вот protection все он нам не позволит двигать камеру ничего не двигается значит надо выйти из камеры полетели наши шары сферку сделаем побольше все-таки постоянно нужно что-то подкручивать подсматривать все отлично но мне ракурс нравится думаю вам тоже вот он мне не дает двигаться потому что я в камере так сделаем пререндер мне не очень нравится вот эта полоса поэтому мы сделаем по-другому мы возьмем и еще больше все еще хочу поднять мой источник света но у него как вы видите оси не туда смотрят куда бы мне хотелось поэтому я нажму горячую клавишу w не здесь загорится мировые координаты и подниму и скажу ну так вот смотрится поинтереснее уже все здесь мы можем выключить тени даже посмотрим как без тени будет еще лучше еще мягче наши сферы стали отлично теперь давайте настраивать собственно нашу сцену первое что мы сделаем мы настроим фон и вот создам материал а здесь создам бэкграунд положу этот материал на наш бэкграунд выделю у него только один слой люмина сети свечение и здесь выберу градиент смотрим как работает фон вот он создает фон виде градиента заходим сюда делаем в давайте сделаем примерно вот в таком свете сделаем здесь синим так так смотрим слишком контрастно я считаю поэтому давайте еще подтянем здесь посветлее вот так мне нравится больше отлично теперь давайте создадим материалы для нашего для наших сфер создадим здесь две сферы чтобы у нас было два цвета накидываем на первую здесь в color выбираем такой розовый легкий легкий розовый можно даже еще светлее сделать и делаем дубль закидываем сюда только выбираем уже голубенький отлично смотрим слишком грязный получился здесь постоянно нужно искать идеальная идеальную пропорцию сейчас мы грязь это уберем почти все готово друзья теперь нам осталось в настройках рендера перейти вот сюда физикал здесь поставить галочку depth of field я чуть позже расскажу это глубина резкости сейчас будем ее настраивать а здесь в эффектах поставить global luminosity и перейти вот сюда вот сюда поставим здесь low чтобы не было слишком долго время рендера одного кадра и теперь он будет просчитывать не только то как получается светит источник на вот этот пиксель а если бы еще от этого пикселя от этого полигона отскочил бы свет полетел бы сюда правильной и был бы отскок мы сейчас считаем только один отскок то есть от каждой сферы и поэтому тени у нас стали не такими глубокими возле наших сфер это позволяет сделать гораздо реалистичнее сцену как вы видите вот эти светлые участки это там где максимальное количество отскоков света объект становится освещенный со всех сторон потому что не бывает такого чтоб свет не отскакивал ни от чего ни от какой поверхности можно поставить чтобы было два отскока 3 и тому подобное но это не всегда уместно только вы может загрузить ваш ваш компьютер так снова собственно получился наш эффект желаемый я здесь снижу интенсивность мне хочется чтобы снизу было менее освещенный наш на вот в таком формате чтобы они у нас летели отлично теперь давайте настроим глубину резкости можно еще кстати сделать для того для того чтобы было хорошее освещение мы можем создать не просто бэкграунд который только на рендере показывается чтобы влияло на наше освещение мы создадим sky это такая сфера и на эту сферу мы можем положить она мы можем даже вот этот материал положить потому что он светится он тоже излучает свет тоже будут отскоки и наша наш рендер будет он даже слишком яркий получается видите да то есть пересвет у нас получился но сцена стала гораздо мягче и как-то няшнее что ли единственно нам нужно sky скрыть из рендера мы заходим отсюда здесь на рендер композитинг здесь simba и камера убираем его теперь заходим light и давайте интенсивность поменьше сделаем чтобы здесь не было пересветов ну вот уже другое дело гораздо мягче и наши сферы не выглядят как металлик как это было до этого выглядит все очень няшно аккуратно легко вы также можете использовать яркий цвет можете сюда накрутить бликов как из предыдущих уроков и у вас совершенно будет другая сцена все зависит только от вас делать другой цвет фона я лишь показываю вам принцип теперь давайте настроим резкость чтобы вот эти шарики у нас были вне вне фокуса смотрите вот у нас есть камера вниз вот такая плоскость это то где у нас находится фокус мы фокус наведем примерно на середину вот сюда даже наведем чуть поближе вот это будет середина кадра и это должно быть у нас фокусе вот эти объекты они у нас будут фокусе а вот это должно быть размыто заходим сюда физикал и здесь выбираем один один даже будет маловато это диафрагма если вы занимались фотографии вы поймете как это устроено то есть мы как бы увеличиваем вот эту пропускную способ способность света на нашу матрицу и у нас здесь получается размытые то что не фокусе когда фокус на расстояние фокус на расстояние жда а глубина резкости глубина резкости но там уже это все размывается смотрим должно размыться ну да эффект достигнут вам эти сферы они у нас летят в 1 фокус и даже вот эти сферы тоже в 1 фокусе а самое главное они у нас фокусе прекрасно можно увеличить это фокусе глубину резкости чтобы здесь было в резкости побольше допустим 8 здесь в общем можно поставить депс field но вот он показывает да вот это раз фокусе и там дальше вот это самое четкая граница но так можно поставить все друзья на этом урок окончен здесь output all frame рендер нажимаем рендер пошел рендер здесь нажимаем аниме шин мув 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 и h264 нажимаем ok здесь нажимаем ok указываем куда сохранять смотрите такая особенность что сферы у нас появится не с первого кадра в не у нас появляются где-то здесь нам вы можете указать здесь настройках рендера допустим рендерить с пятого кадра чтобы не делать 5 пустых кадров на этом все посмотрите видео до конца и увидимся в следующем уроке может быть на курсе пока если тебе понравился этот урок и ты хочешь продолжать свое развитие в этом направлении изучить замечательную программу крутую которая расширит спектр твоих возможностей самое главное ускорит процесс работы потому что не нужно будет искать картинки ты можешь делать сам какие они тебе нужны это делать тебе большое конкурентное преимущество среди других дизайнеров и но собственно если ты хочешь изучить эту программу то я жду тебя на нашем курсе по этой программе ссылка в описании мы будем заниматься на протяжении двух месяцев у тебя будет доступ к этому курсу у тебя будет доступ прямой ко мне можно сообщаться со мной лично у нас будет чат огромное количество уроков много будет созвонов живых мастер-классов и много много полезных вещей у нас будет такая большая 3d семья который даже после прохождения курса можно оставаться в чате и задавать вопросы спрашивать что-то делать какие-то совместные проекты на этом все жду тебя на курсе или в следующем уроке пока